Всем добрый день! Вы смотрите канал Бабушкино вязание. Сегодня я расскажу и покажу свои новые процессы. Итак, начала я вязать опять джемпер. На этот раз это будет шерсть и акрил. Джемпер будет жаккардом, как вы уже поняли. Я не очень-то люблю вязать жаккард, но иногда можно. Почему нет? Итак, из какой пряжи я вяжу? Пряжа всем доступная, известная. Это Алайзей Супер Лана Классик. И второй цвет вот такой. Это в составе шерсти акрил. Вот этот розовенький. Он даже не розовый, а такой середневый. Не знаю, как этот цвет правильно называется. Это колор у нас 28. И этот зелёный у нас цвет 4, 6, 9. Камера цвет передаёт точно такой же, как на самом деле и есть. Этот узор, эта схема, вернее, было написано, что это розы. Роза, да. Но что-то мне на розу не похоже. Ну, в принципе, смотрится неплохо. Рапорт этого узора 12 петель и 10 рядов. Так, рапорт. 12 петель и 10 рядов. Ясно сказала, наконец-то. На спицах номер 4 я вяжу. Сначала я думала, что буду на номер 5 вязать. Но потом мне как-то оно такое рыхло и совсем показалось. И я решила на четвёрке. Набрала я 240 петель. 241, да. Там круг замкнуть в одну петлю. Первые ряды я провязала резинку. Да. Одна лицевая, одна изнаночная. Чтобы этот край, ну, такой, не скручивался. Да. Но он как-то всё равно вот такой нестабильный был. И я просто тогда это крючком сам без накида, да, просто обвязала. Возможно, что под самый конец я здесь буду пришивать что-то. Какую-то, как это сказать, такой кружевод. Кружева, да, буду здесь пришивать. Не такой сборка, да, чтобы она просто, да, кружева, да. А вот здесь где-то внизу подошлю, да. И чтобы здесь такой, ну, сантиметров, да, это видно было. Ну, посмотрим. А может, и так останется, когда постираю. Посмотрим. И так. Ну, да, сейчас я вяжу второй рапорт уже розочки. Десять рядов провязала розу и сразу начинаю новую розу вязать, да. Поставила маркеры. Как набрала первый ряд, провязала, сразу маркеры поставила. По 12 петель. Боковые швы, там, где боковые швы, будет это имитация шва, да. И там я вяжу и на изнаночные петли две. И тогда вот, когда переходит новый ряд вязать, да, вот эта ступенька такая, она не так заметна. Вот с боковой стороны я повесила другой маркер, там, где бока будет, да. И с каждой стороны я две изнаночные петли вяжу, чтобы она так оформлялась. Это имитация бокового шва. Ну, вот столько я провязала. Я купила 300 грамм этот зелёный. И не знаю, почему я купила только 100 грамм вот этот розовый. Но этот придётся купить. Ну, это, я думаю, не будет проблемой, поскольку пряжа уже никакой там дефицита. Так что, я думаю, что 500 грамм у меня хватит. Это не будет оверсайза. Ну, не будет в обчашку, конечно, тоже. Ну, такой, по фигуре, скажем так, да, не будет, да. Но не в обчашку. Да, перед и спинка будет вот этим же кардом я буду вязать. А рукава будет в полоску. Те же самые цвета. Четыре ряда зелёные, четыре ряда, может, два ряда вот этот розовый, да. Но будет полоску. Такую модель, жаккард плюс полоски на рукавах. Я где-то видела на просторах интернета. И мне вот понравилось такое сочетание, да. Чтобы не был там полностью этот жаккард, да. Вот на рукава эти полоски буду пускать. Я не знаю, как я буду эти рукава вывязывать. Буду просто прямо вязать спинку и перед, и потом буду по кругу набирать там, где пройма, да, этой линии. Или буду делать как шивные рукава. Ну, это я буду смотреть уже дальше, когда повише свяжу, отпарю. И придётся мне как-то примерить на себя и посмотреть, ну, как это вообще смотрится. И тогда буду решать на что-то рукавов, как ей делать. Ну, да, ну, вот такой процесс у меня. Тогда я связала ещё одну шапочку для продажи. Чёрная с пайетками. Это будет на размер 50... Обхват головы 52-55. Длина шапочки 26 сантиметров. Шапочку я только отпарила, но не постирала. Может, сегодня вечером постираю. Ну, вот так смотрится. Мне нравится в этой пряже, что эти пайетки, они не такие блестящие, да. А вот это чёрного цвета. И очень так, ну, приятно смотрится. Итак, у меня теперь для продажи связано... Сколько шапочек? Раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь. Следующую шапку, наверное, буду вязать тыковку. Где-то думаю, посмотрю, из какой пряжи. Может быть, такой же этот блинчик свяжу. Не знаю, буду смотреть. Но не с пайетками не буду вязать. Надо что-то поменять немножко. А то надоедать всё время эти пайетки вязать. Итак, ну, в принципе, на сегодня это и всё мои процессы. Буду вязать дальше свой джемпер. Вяжется очень медленно, потому что у нас в Латвии очень жарко. За 30, ну, просто ничего не хочется делать. Просто сидеть и лежать, и смотреть потолок. И шерсть вязать. Тем более, как-то, ну, вот как-то очень трудно. Но ничего не вечно, и это и жара тоже когда-то закончится. Так что всё будет в порядке. Да, хочу сказать большое спасибо всем, кто подписался на мой канал. На данный момент это 26 человек. Большое спасибо вам. Я на вязальном ютубе, конечно, новичок. И мне здесь очень интересно всё, как это всё происходит. Но, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Я тоже хочу дружить с язальщицами из других стран. Ну, и на сегодня тогда всё. Да, буду показывать, когда уже побольше розочек свяжу. Тогда встретимся опять. Итак, на сегодня это всё. До свидания, до новых встреч.